Поздравляем с победой. Добрый день. Что именно вам запомнилось по этим двум матчам? В первую очередь, что отметится? Как в игровом плане? В первую очередь, хотел бы отметить, как команда играл в каким характером, с какой-то самоотдачей. Как ребята гордились тем, что они играли за сборную России. Они выкладывались на 100%. В каждом моменте присутствовала дисциплина в команде. Играли друг за другом. Обе игры сыграли в высоком уровне. В том числе и капитан команды, который завел команду. Вратарь сыграл на очень высоком уровне. Стоит отметить, что в команде сбора Чехии играло 12 игроков. Которых рассматривают на чемпионат мира. Об этом заявил планетейр сборной Чехии. И когда мы приехали в Чехию, Уитов говорил, что он знает только Сёмина из нашей сборной. Я думаю, что он теперь выучил другие фамилии. Эти фамилии – это наше будущее. Мы видим, что у нас есть будущее. И это самое главное. Чехии проводят матчи в Першиннице, в Острове, то есть не в Центральном, не в Праге. Россию планируют проводить евро-туры где-то в других городах? Чеху приглашают в Челябинск? Это мы обсуждаем. Вообще хотели бы поменять формат евро-туры, но это вообще отдельный разговор. Мы рассматриваем вообще. Мы хотели бы вывести евро-тур на другой уровень, чтобы была посещаемость на всех играх. И сейчас мы думаем о следующем шаге. Это уже игра-челлендж в апреле со сбора Норвегии. Мы будем играть в Санкт-Петербурге, в юбилейном, соответственно. Идем шаг за шагом. Мы терпим и подходим спокойно к этим всем рабочим моментам. Видим, что главный артеевский штаб в этом составе, Снарок, Брагин, Никитин, Виталинш, работает на очень высоком уровне. И мы рассчитываем, что этот артеевский штаб будет работать также на чемпионате мира. В двух словах. Просто идея очень интересная. Чемпионат Европы организовать хотите? Все об этом говорят. На новый уровень. Что имеется в виду? Мы бы хотели привлечь, может быть, еще маркетинг-оставляющий. Там можно рассмотреть другие страны и расширить турниры. Мы обсуждаем сейчас с другими федерациями. Но мы тоже предложили, чтобы играть эти игры в крупных миллионниках. Мы бы хотели играть в Праге, в Стокольме. Также вот здесь, в Австралии, в этом дворце была хорошая атмосфера. Очень сложно было играть. Несмотря на то, что болели против сборной, ребята сыграли. И выиграли, и вытащили такую игру. Думаю, что мы можем всех гордиться нашей сборной. Вообще, если говорить откровенно, превзошли ожидания. Ребята отдельно, может быть, то, что увидели по итогу двух матчей. Вложи руку на сердце. Понятно, что ты всегда ждешь победы, но все-таки была молодая команда. Какие-то, наверное, были. За счет командного духа, за счет самоотдачи, за счет русской души, которая проявляется во всех этих моментах, игровых компонентах, когда люди ложатся под шайбу, ловят шайбу зубами, от этого складывается победа. Насколько для вас важно принципиально, чтобы именно в прямом эфире показывали такие матчи? Потому что сейчас был прямой эфир, а за день до этого было заявление сборной, что вы были недовольны. Вы знаете, очень важно показывать такие матчи в прямом эфире, на всю страну. Хоккей, который сегодня увидели наши болельщики в прямом эфире, хоккей был не хуже в прошлой игре. И была очень сложная игра, был хоккей очень высокого уровня. Очень жалко, что наша страна не увидела ту игру. Потому что в той игре наши ребята бились, и, к сожалению, мы поиграли по булитам, но качество игры ничем не было не хуже, чем в сегодняшнем матче. Можно сказать, что тест этой олимпийской сборной удался на сто процентов, и что теперь ждет именно олимпийский проект? Ну, вы видели новости по назначению главного тренера, который также входит в штаб Брагина, молодежной сборной. Мы вернемся к этому вопросу уже под осуществлением календаря. Будем с Браташом, с Брагином, с Олегом Зарковым обсуждать календарь по окончанию клубного чемпионата в КХЛ. Так как у Браташа заканчивается контракт с Локомотивом в апреле, 30 апреля. И после этого мы уже тогда вернемся и выстроим уже всю сетку, и отсудим конкретные уже матчи и календарь, с учетом игр с молодежной сборной, с учетом игр национальной команды, чтобы мы смогли системно к этому подойти. Сергей Федоров предлагал кого-то из этой сборной, которую мы сейчас видели, на Кубок мира привлечь. Вот именно из такого состава ближнего резерва. Как вы относитесь к этой идее? Вот те ребята, которые сейчас бились. Вы знаете, у нас состав будет главный тренер, поэтому столько людей, столько мне. Давайте уже оставим это, это будет компетенция главного тренера сборной, и ему решать, кого брать на Кубок мира. А 16 неприкасаемых будет какая-то церемония красивая сделана, это объявление под Кубок мира, федерации будет какая-то вот? Мы рассмотрим этот вопрос. Ну, понимаете, здесь какие-то громкие пиар-акции, я думаю, сейчас на сегодня нам нужны. нам нужно просто потихонечку работать и добиваться, это оказывается результатом, а не делать какие-то громкие пиар-акции на пустом месте. Роман, вот эти результаты, эта игра молодых ребят, она показывает, что есть будущее. На ваш взгляд, ну понятно, что тренер будет решать способную, ребята уже на Кубок мира попасть. Может, сейчас будет выбор у тренеров сложнее после таких матчей? Все-таки обыграли молодой командой. Я думаю, должны играть те, кто достойный, должны получать те шансы, те, которые достойны играть. И главный интерьер, наоборот, это не усложняет, это наоборот, у него будет выбор. И я думаю, что здесь есть некоторые, которые громко о СТБ заявили. И в том числе и главный интерьер отборной чеки, господин Войтоков. Спасибо. 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 Спасибо за субтитры.